Чкаловский суд Екатеринбурга вновь начал рассматривать дело тренера по настольному теннису Николая Ражева. Его обвиняют в педофилии. Маму 11-летней школьницы, к которой он якобы приставал, сегодня допрашивали в суде. Подробности расскажет Кристина Прилудская. Уже два года в жизни Николая Ражева сплошные допросы и экспертизы. 11-летняя школьница обвинила тренера по настольному теннису в домогательствах. Но пенсионер уверяет, к ребенку не приставал. А слова девочки были сказаны от обиды. В феврале пришла, опять же, без медицинской справки. Я, конечно, я же не зверь, я не буду там толкать ее, бить или что. Я сказал, без справки я не допускаю. Вот она тут покрутилась, покрутилась, повертелась. И, значит, пришлось ее отправить домой. Она обиделась и вот такую колесицу на меня, как сказать, оговорила. Слова тренера подтверждают и съемки школьной камеры видеонаблюдения. На ней видно, как Николай Ражев держит девочку сначала за плечо, а затем за руку. После мужчина разворачивает ребенка и отправляет домой. А спустя время сам отправляется в СИЗО. Кроме слов ребенка в деле нет абсолютно ничего. Ничего против Николая Александровича. И весь объем материалов дела свидетельствует о том, что девочка, мягко говоря, обманывает. Следов ДНК Николая Ражева, по словам его защитников, на одежде ребенка эксперты не нашли. Поэтому 84-летнего пенсионера отпустили под домашний арест. Но уголовное дело все же завели. Теперь мужчину обвиняют по статье «Насильственные действия сексуального характера». Сегодня в суде допрашивают маму той самой девочки. На вопросы журналистов женщина отвечает сухо. Какого приговора хотите? Пускай суд решает. Вы считаете, что он виноват? Да, конечно. А в чем виноват? Что он делает? Ну, я не хочу рассказать. На защиту тренера с 60-летним стажем встали его коллеги и бывшие воспитанники. Они даже написали письмо президенту. Всеми командой в больших комнатах, в спортзалах, на спальниках. Никогда ни в чем подобном Николай Александрович замечен не был. Потому что уж дети-то друг другу все рассказывают. Мы все трогаем детей. Мы работаем с ними. А как иначе? Как обучать, допустим, ребенка элементам техническим? Мы берем за руку, показываем движение. Как только началось следствие, Николай Ражев уволился с работы. Сейчас ему нельзя пользоваться телефоном и интернетом, а также общаться со свидетелями. Несмотря на это, духом пенсионер не падает. Помогают лыжи, шахматы и воспоминания о тренировках и соревнованиях. Сняться, ну, я так сейчас это самое... Все время мечты такие были работать. После такого случая, да и столько здоровья они у меня отняли. Я уже не смогу. Чтобы не решил суд, Николай Александрович уверяет, в профессию он никогда не вернется. А вот на заседание придется ходить регулярно. Следующее слушание, на которое ему надо явиться, запланировано на 9 февраля. Кристина Прилуцкая, Антон Муханов, События ОТВ.